Всем привет! Я Оксана и вы на канале Воронина Лайф. Я улыбаюсь, но мне не смешно. В общем, случается так, что до зарплаты остался один день, а в холодильнике уже ничего нет. Вот у нас примерно так сейчас получилось. У Арсения был день рождения, и мы немножко не рассчитались нашим бюджетом. В общем, я поскребла по холодильнику. И сейчас буду готовить то, из чего нашла. Приглашаю вас посмотреть. Так, ну что мы имеем? Остатки горохового супа. На завтра нам хватит их. Ну, точнее, детям хватит на обед. Сегодня, значит, на ужин, если мальчики не будут есть то, что я приготовила, будет макароны с сосисками им. Вот, ну и что? А сейчас начинаем готовить. Что вы смотрите, Арска? День рождения, что ли, свой? Вон, где рождение смотрит. И Федя смотрит. А у меня на столе висит пеленка. Пеленка висит, солнце светит. Так душно вообще. В общем, показываю, как есть. Все, что нашла в холодильнике. Вот такая вот капуста. Вот она настолько уже страшная, конечно. Я все это, конечно, обрежу. И все будет хорошо. Дальше две морковины. Морковка еще одна есть. Вот такой вот кабачок. Перец. Перец, посмотрите, какой он. Он нормально, все с ним хорошо. Но он, я отрезала несколько дней назад на салат. И вот остатки перца. Положу тоже его. Луковица. Морковка. Ой, морковка. Картошка, которая проросла. Вот сколько здесь. Два, четыре, шесть штук. Кусочек огурца. Кусочек колбасы. Лавровый лист. И кубик. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Кстати, даже это какой-то плюс. То, что в принципе не на что купить продукты. Потому что капусту бы я эту однозначно выбросила. При другом раскладе купила бы новую. Нуриска пришла. И перец бы тоже выбросила. И, кстати, наверное, часть картошки тоже. Но я бы купила просто все это новое. И, соответственно, не стала бы за это ничего готовить. Так что сплошная экономия. Ну что, начнем готовить. Налила масло в сковородку. Сейчас выложу капусту. Капуста пошинковала. Не крупная, не мелкая. Обычно пошинковала. Далью еще немножко масла. Благо, что масло есть. А то без масла было бы вообще печально. Сейчас ее поджарю на сильном огне. Она у меня сейчас будет жариться. До золотистого цвета. Порезала картошку с морковкой. Значит, тут получается одна картошка и две морковки. И луковицу. Но пока ее не порезала. Перец порезала кубиками. Не знаю, буду я все-таки кубик ложить или не буду. Потому что если я кубик положу, как бы не хочется перебивать вкус. Но, наверное, положу. Как бы редко я им пользуюсь. Но, возможно, положу. Кабачок пока не трогала, а то он заветрится. Так, периодически помешиваю. Представляете, не знаю, куда у меня дети делят более-менее нормальные, приличные лопатки. Смотрите, чем я. Чем я. Вообще, мешается это дело. Как бы стоят копейки, но руки не доходят купить. Вот это вот я нашла. Точнее, уже когда-то приготовила выбросить. Или на дачу забрать. Ну, такая тоже позорная на даче. Ну, вот смесусь. Периодически помешиваю. До золотистого цвета. Так, капуста уже немножко слегка... Немножко слегка. Капуста уже слегка поджарилась. Муж пришел, составил свои 5 копеек. Что мне надо огонь потешить сделать. Нет, я специально сделала огонь больше, чтобы это все быстрее схватилось. И быстрее накормить семью. Заш, помоги мне, пожалуйста. Почему я говорю? Лук. Вот, на этом этапе я сейчас положу лук. И минутку еще пожарю вместе с луком капусту. Спасибо. Сейчас перемешаем. Что, сыночек? Да, папа, это ботоник. Кого дай? Пар. Ты смотришь мультик? Смотри, пожалуйста. Да. Вот, капуста с луком уже поджарилась. Все, поджарилась. Это заняло не более там 5 минут, не знаю, минуты 3-4. Потому что это на большом огне, я периодически помешиваю. Так, сейчас я сюда положу морковку с картошкой. Точнее, картошку с морковкой. Вот, я это все выкладываю. Перемешаю. Вот, если бы при хорошем раскладе, я бы готовила больше. Ну, это бы и приготовила, возможно. Но готовила бы больше, чтобы было на 2 дня, на 2 ужина. То есть на сегодня и на завтра. Но, так как продуктов мало, и готовила бы, наверное, в кастрюле. Сейчас вот прямо минутку подожду. Оно тоже немножко прихватится. И немножко налью туда воды. Вот, так что я хотела сказать. Так как продуктов мало, я готовлю на 1 ужин только. Ну, а завтра, завтра будет день и будет пища. Надеюсь, все-таки, что завтра не будет зарплата. Все это у меня на большом огне. Поэтому не хочу, чтобы ничего подгорело. Кстати, я бы могла туда положить, сосиски порезать. Вот. Но я подумала, что эту клубасу я не буду туда класть. Она копченая, она перебьет вкус. Такая подкопченая она, скажем так. Она перебьет вкус овощного вот этого рагу. А-ля шукуруз. Вот. Поэтому просто порежу ее на тарелочку. Доливаю водичку сюда. Не знаю, наверное, полстакана. И пусть оно сейчас все тушится. Минут, наверное, пусть тушится. Ну, 5-7. Минут через 5 я открою, посмотрю. Сейчас я накрою крышу. Так, посмотрим. Замечательно все. Запах какой стоит. И капустой жареной, и картошкой жареной пахнет одновременно. Вкусно пахнет. Все, еще минутку. Под крышкой еще минутку. И будем класть кабачок и перец. Все, минутка прошла. Добавляю кабачок. Хорошо, что в нем было мало косточек. Прямо реально. Вообще практически их не было. Я даже особо не выбирала ничего. Вот, наверное, вот эти вот надо вытащить. Добавляю перец и лаврушку. Лаврушку я помыла. Прямо жареная картошечка пахнет. В общем, добавляю немножко воды. Тоже где-то полстакана. Сейчас кабачок даст свой сок. Прибавлю огонь. Потому что все это тушилось на медленном огне. Ну, как на медленном? На среднем, наверное. Не совсем на медленном. Сейчас перемешаю. И минуточки через три открою еще, посмотрю и снова перемешаю. Я уже мешала. Сейчас помешаю еще раз и добавлю кубик. Решила я его все-таки добавить. И сейчас буду высыпать. И долью еще водички. Сейчас пусть немножко потушится. Попробую на соль. Блин, сразу запахло кубиком. Вот это вот я не люблю. Потому что до этого пахло реально ну, картошкой, капустой. А сейчас запахло кубиком. Все, сейчас прямо через минуточку открою, попробую на соль и если нужно будет посолю. Так, откроем, посмотрим. Вот на это я бы не стала больше солить. Ну, достаточно этого кубика. Но думаю, что мужу будет маловато. Посолю прям совсем чуть-чуть. Если что, пусть себе эту тарелку соль добавить. Я забыла положить зелень укропа и петрушки. Вот у меня перемешана прямо зелень. Замороженная. Все. Положила. Добавлю немножко соли. Перемешаю. Аккуратненько ложкой. Попаю крышкой, убавляю огонь. И через 2 минуты выключаю. Ну вот, в итоге, что у нас получилось. На самом деле, очень вкусно. Вот то, что я перец добавила, это вообще супер. Я, ну, реже его добавляю, потому что дети не очень едят. Но я сейчас говорить им не буду. На самом деле, очень вкусно. Так что вот, дешево и сердито. Все, мы пойдем кушать. Кто будет в это же время кушать, всем приятного аппетита. Ах, ах, ах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok